Самый худший день. Лондон оказался парализован из-за забастовки сотрудников метрополитена. Ситуация осложнила жизнь миллионам жителям британской столицы. Властям пришлось вводить в маршрут дополнительные автобусы. Что же стало причиной стачки и каков был ущерб, расскажет Галамжан Хараманула. Закрыты почти все станции метро. И все они приходятся на центр города, к первой зоне. Сотни людей, чтобы не опоздать на работу, либо на учебу, в буквальном смысле штурмовали автобусы. Образовались длинные очереди. Началась давка. Городские власти выделили дополнительно 150 старых автобусов. Но и они не могли справиться с потоком пассажиров. Ведь ежедневно подземкой пользуются почти 5 миллионов человек. Хаос перекинулся и на автомобильные дороги. Люди стали пересаживаться на машины. На улицах образовались пробки. А мосты и тротуары были забиты пешеходами. Многие решили идти к заветной точке пешком. Всего в Лондоне в этот день закрыли 114 станции метро. А 75 работали в ограниченном режиме. То есть на них останавливались не все поезда. Пассажиров из одной станции даже пришлось эвакуировать из-за опасности давки. Обычно на метро я добиралась до работы за 20 минут. Сейчас иду пешком уже 1 час и 15 минут. Не хочу садиться в автобус. Там творится нечто ужасное. Мы планировали добраться до аэропорта Гэтвик. Метро не работает. Что делать теперь? Даже представления не имеем. Работники подземки недовольны закрытием билетных касс в рамках плана по модернизации и сокращению рабочих мест. Теперь на станциях не хватает рабочих рук, говорят они. Руководство метрополитена согласно пойти навстречу и нанять 600 новых работников. Но этого недостаточно, говорят профсоюзы. Мэр города Садикхан акцию протеста раскритиковал. Я считаю, что не было необходимости проводить забастовку. В результате пострадали миллионы пассажиров. Бизнесмены потеряли миллионы фунтов дохода. Пациенты не смогли добраться до врачей. Можно было обойтись без стычки, решить все путем переговоров. Похоже, на этом испытания для лондонцев не закончились. В ближайшие дни забастовками грозятся машинисты поездов железных дорог и пилоты национальной авиалинии. Галмжан Хараманло, Великобритания, специально для Хабар-24.